всем привет с вами кирилла вы на канале кирилл гейм и сегодня снова и все на проекте амазин холлиплей сегодня будет новое видео которое мы будем тестировать такую фуру как вольво потому что она сейчас есть в венсе я думаю многим интересно вообще что она из себя представляет поэтому сегодня запишу видео где час буду работать на этой фуре поэтому пацаны ставьте лайки подписывайтесь на канал давайте постараемся на ролике набать 200 лайков я вам буду очень сильно благодарен также не забывайте его промокод пишите мм потом промокод указать друга ютубера и пишите мой промокод кирилл гейм капсом за который получите 150 тысяч мой промокод можно водить на любом сервере мне вот эту замечательную машину дал подписчик ну как подписчик он изначально не был моим подписчиком потому что он не знал кто я такой я простую то что он ее продает я ему написал предложил типа взять ее для для ролика эту машину он сначала очень сильно ломался не хотел но все-таки он мне дал эту машину макс лекса большое тебе спасибо давайте я думаю сначала посмотрим карпас вообще как бы я уже на этой фуре ездил на стриме один раз но толком как бы ну и и полностью не испытал потому что ну покататься там один рейс и показаться час это разные вещи как бы здесь есть анти радар и все больше здесь ничего нету госка 500 рублей он продает эту машину за 28 миллионов честно я себе не хочу покупать потому что у меня как бы есть магнум с этим чипом с аудио поэтому мне ее смысла покупать нету как мне сказал этот пацанчик макс лекса которого эта машина то что он магнум обменял на вот эту вольво но выглядит она кстати очень даже неплохо внешне она мне сильно нравится по управлению это вообще такая себе машина потому что магнум в этом плане много лучше потому что он такой коротенький он легко вписываться в повороты а это вот такая вот большая баржа это первый да и вот второй винил который у нас принципе стоит на этой фуре я ничего с ним делать не буду внешне так вот диски можно поставить но самое плохое то что диски видите они не все меняются одно колесо остается обычным так дополнительный баг на транспорте сесть уже встроен дополнительный баг да здесь уже баг стоит оказывается нормально у меня колеса задние пропали по ходу нам придется релоготься потому что произошел некий бах это как бы нормально когда ты диски ставишь потом выезжаешь у тебя они пропадают ну что ж я балополучно перезошел заробочку тоже можете поставить один лайк потому что я решил записать все-таки свепкой потому что я хочу показать свои живые эмоции ну и просто я думаю вам будет приятнее смотреть с эбочкой чем без на нее поэтому сейчас пойдем на заправку посмотрим заодно какой здесь баг потому что улучшение бака здесь уже стоит я помню в карпасе она не отображается но вы сами видели то что я пытался поставить бак в и 100 и у меня это не получилось потому что писала то что бак уже стоит максималка у него 134 километра это без чипа как бы это полностью стоковая машина кроме там бака анти радара и сигнализации то есть чипа здесь нету по скорости она абсолютно стоковая чип на ее вы 100 нельзя пока что поставить я не знаю почему но она будет ехать примерно по скорости с этим чипом как магнум и с обычным чипом тоже будет ехать как магнум обычный я бы честно я купил бы себе чисто ради того что она прикольная вот это прикол пацаны понимаете у нее 92 бензин она даже не дизельная то есть эта машина экономная уже потому что дизель дороже чем 92 бензин в этом плане конечно прикольно то что она по бензину экономнее чем магнум да у него бак 150 литров видите половина уже показывает у него бак реально 150 литров вот это пацаны очень круто потому что магнума бак 225 литров а здесь 300 литров то есть вы сможете полтора часа вообще спокойно кататься может быть даже два часа сможете кататься спокойно и не заправлять свою фуру потому что внутри 100 литров бак пацаны это очень много видите сюда как бы рыбы мало влазит короче багажник здесь маловатый в магнуме багажник очень большой все я беру первый рейс 100 скил юшку вот мне кажется и сюда принципе поставить третий чип нет а там и так далее то есть полностью зафулить как у меня магнум просто знаете чем чем она мне первую очередь понравилась тем что это что-то новое потому что вольво там вот эти обычные вольво я не за это говорю вольво там газон и века магнум она уже приелась понимаете конечно же я не буду себе покупать и менять там на магнум потому что магнум все равно лучше в любом случае будет потому что он не такой длинный он намного лучше по управлению будет даже но мне реально интересно не покататься хотя бы часик понять что это за машина и рассказать и показать об этом вам ну короче думаю вы поняли суть ролика она такая просто корова реально просто титаник такой здоровенный просто едет но от как она выглядит пацаны да вот вид имеет просто ходовым характеристикам мне эта машина не подходит возможно когда их буду продавать через месяц там по 10 по 15 лямов я себе его куплю возможно возможно я себе и куплю потому что сейчас их пройдет там по 20 по 30 миллионов на фоне магнумов вольво выглядит вообще такой необычной ну реально типа к здоровая просто бандура на ней прикольно самом деле ездить но было бы круто на ней поездить с третьим чипом там с аудио и так далее понимаете себя просто так боком стану я перекрою всю дорогу именно этой фурой магнум так не сможет а эта машина так сможет просто боком встал и перекрыл полностью всю дорогу как бы мы начали работать во сколько без 5 4 по моему времени то есть в 555 мы должны будем закончить наш эксперимент короче я уже немножко покатался где это не сама потому что нету смысла снимать как я полностью кота рейсы бля на нем конечно сложно очень сложно особенно на загрузках на нем сложновато конечно да сейчас я вам покажу как прицеп на нем брать надо как-то так выворачиваться разворачиваться короче очень на нем долго это все делать реально из-за того что он длинный конечно неудобно вот реально магнум просто плане работы намного лучше но мне нравится именно в этой фуре мне раз то что она выглядит классно она необычная и здесь бак 300 литров вот на магнум бы бак 300 литров конечно было бы четенько очень сложно не ездить реально она так медленно разгоняется просто вот смотри как она долго максималку набирает это просто жесть она еле-еле потихонечку по одному километру разгоняется просто видите максималку на ней просто разогнать это это я не знаю что надо сделать до сих пор максималку не разогнали понимаете у него максималка 134 мы еле-еле как с горочки уже едем с горочки понимаете мы и мы все равно не можем разогнать максималку да я понимаю то что на стоковый но если даже взять стоковый магнум то он разгоняется много лучше ну реально он намного лучше разгоняется просто спец если сатану с магнумом то он намного быстрее максималку наберет Чем вот этот аппарат Ну, зато, блядь, вы выделяетесь, пацаны Вы платите, мне кажется, не за то, что это фура А за то, что это эксклюзив Вот, кстати, ещё одна поехала, видели? Как бы их на серваке уже около, там, пяти, наверное, штук Я видел, их продавали по 40 лямов Потом по 35 Потом по 30 Потом по 28 По 25 Ну, короче, цена на них падает каждый день Я не знаю, можно, конечно, себе её купить Но просто зачем мне две фуры? Я же не буду на двух ездить Вот просто, знаете, то, что Магнум в любом случае лучше Ну, что ж, я поработал час И заработал 300 тысяч Вот, можете посмотреть Ну, примерно 300 тысяч Потому что я уже потратил, там, лебики купил туда-сюда Короче, 300 тысяч заработал Но я там немножко отвлекался Мне немножко там мешали Поэтому я бы мог заработать на 100 тысяч больше Поэтому вот как-то так Что я могу сказать? Могу сказать следующее То, что фура реально интересная То, что 300 литров лазит, это очень круто Надеюсь, то, что буду ещё её пофиксят И она будет намного лучше, чем сейчас К сожалению, пока что она стока Поэтому я не могу сделать точный вывод Вот я хочу её в полном тюнинге протестировать И тогда уже дать конкретный ответ Насчёт этой машины А сейчас я толком вам не могу высказать Своё полное мнение Поэтому, кому нравится, покупайте В принципе, интересная машина Но хочу вам сказать раду То, что чип поставить можно только через прайс То есть вы 100, вы чип не поставите И вам придётся кататься в стоке И здесь очень маленький багажник Надеюсь, то, что его тоже пофиксят Но так, в целом, мне машинка понравилась Конечно, в плане работы Она не очень подходит Но в плане атмосферы и покайфовать Прокатиться она очень прикольная Поэтому, кто хочет, покупайте с рук Либо покупайте за снежки В принципе, интересная машина Но если вы хотите её купить за снежки Для перепродажи То я бы вам не советовал Потому что, скорее всего Буквально там через неделю, через две Их будут продавать по 15-10 миллионов Потому что цены на них падают каждый день Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока-пока